Это программа новости спорта, я ее ведущая Лада Дудко и сегодня у меня в гостях пехтовальщики Стефания Часовникова и Ильян Ильичок. Здравствуйте ребята. Здравствуйте. Хочется отметить, что совсем недавно спортсмены вернулись с золотыми медалями со спартакеады юноров. Ездили они туда как член сборной Московской области среди юноров в юнорскую сборную. Поехали и привезли какой-то сумасшедший результат. Такого давно не было. Три золотые медали. Ну и по горячим следам сразу давайте пробежимся. Расскажите мне, как вы готовились и ваши ощущения от этого турнира и как он вообще проходил. Подготовка проходила на сборе. Все тренировки были очень тяжелые и насыщенные. Мы подтягивали как и свою физическую форму, так и техническую подготовку. Также на сборе у нас периодически был отдых, чтобы восстановиться после нагрузок и дать перезагрузиться своему организму. Ну мы готовились весь июнь. Первоначально подготовка шла на базе Одинцовской шоу по фехтованию, то есть обычные тренировки вечерние. А затем проходил на базе центра фехтования Гарбамеда. Там у нас был спортивный сбор, где у нас были различные тренировки как и на физическую подготовку общую, так и специализированные фехтовальные тренировки и индивидуальные уроки с тренерами. Стиш, у тебя две золотые медали. Какая цель была на Спартакеаде? Скорее всего, зайти в призовые места, а ты заняла два первых места. Что это для тебя такое и как тебе удалось это сделать? Какие были соперники? Я считаю, что стремиться нужно всегда к максимуму. То есть надо работать не на сто процентов, а на сто двадцать процентов. И, соответственно, это когда-нибудь принесет свой результат. Потому что моя любимая пословица «Успех неизбежен». И вот я считаю, что все тренировки и то время, которое я уделяю спорту, дало свои результаты. Соперницы мне уже давно знакомы. Я с ними даже поддерживаю дружескую связь. Очень интересно с ними фехтовать на каждом турнире, потому что это всегда что-то новое и необычное. Нужно придумывать каждый свой какой-то ключик. Очень интересно. Илья, что ты можешь сказать по соперникам, с которыми ты боролся на Спартакеаде? Хоть и фехтовальные турниры были весь сезон, но с большинством из них я фехтовал впервые. Это, опять же, было очень необычно. И приходилось очень много работать, чтобы подобрать каждому определенную тактику, которая привела бы к победе. То есть путь был не таким уж и легким, и работать приходилось весь турнир. А что было самого сложного? Я считаю, что самого сложного это было после боев за вход в табло восемь, дождаться боев за вход в четыре и в двоек, потому что между ними у нас был перерыв два с половиной часа. Это нужно было опять заново входить в соревновательное состояние, которое потом надо еще поддерживать, разогреваться. И, соответственно, это как раз и дает результат. Ну да, это действительно тяжело, такой перерыв. И ни туда, ни сюда, как вот. А для тебя? Ну, у нас такой проблемы не было. У нас турнир шел от начала до конца без перерывов. И для меня проблемы, наверное, стояли бои за вход в четыре. Все бои за вход в четыре, так как национально они фехтовали тяжелее, ведь я понимал, что ты еще не до конца доработал, не до конца показал свой максимум. А после ухода четыре, потом цена напряжения ушло, и фехтовать стало легче. Ну вот передо мной стоят титулованные уже молодые спортсмены в составе юнерской сборной Московской области. Ребят, ну поделитесь, как вы вообще выбрали фехтование? Почему именно этот вид спорта? Как вы здесь сюда пришли? На самом деле история смешная, потому что рядом с моим домом был дом культуры, где открылось сразу две секции. Секция балета и секция фехтования. А я посмотрела мультик про балерину и подумала, так, я точно стану балериной. Мама меня записала, но, наверное, она перепутала номера телефонов и записала меня на фехтование. На первой тренировке мы начали очень активно бегать и делать различные физические упражнения. Я не поняла, а где весь балет-то? Ну да, а ты ожидала, что вы сразу пуанты найдете? Да, потому что я там скакать с танка буду. Ну, вторая тренировка меня уже посадили в нашу боевую привычную мне уже стойку. И я поняла, что мне нравится. И решила, что буду заниматься фехтованием. И больше у тебя не было мысли. Нет, мне очень нравится фехтование. И я уже даже рада, что я стала фехтовальщицей, а не балериной. Здорово. А у тебя, Илья, какая история? Ну, изначально я занимался плаванием несколько лет. И к концу карьеры непродолжительного пловца я понял, что мне не нравится данный вид спорта. Я себя в нем не вижу. И я решил найти новый вид спорта, которым хочу заниматься. И вот летом 2016 года неожиданно попала на глаза Олимпиада, которая тогда шла в Рио. И тогда шло как раз фехтование. И меня очень заинтересовал данный вид спорта. Я решил поинтересоваться, есть ли у нас в Янцово данная секция. И я принял решение, что я теперь буду заниматься фехтованием. А почему? Почему ты решил уйти из плавания? Почему не понравилось? Ну, по анальной причине, может быть, мне не нравилось, что вода слишком холодная. И каждую тренировку тебе нужно разогретым. В эту холодную воду прыгать и мне это не нравилось. Вот ты только что проговорил, что наблюдал за Олимпиадой. Да. И кто для вас сейчас мэтр? За кем вы следите? Может быть, с кого-то берете пример, на кого-то ориентируетесь? Кто это для вас? Такая величина спортивная. Ну, вот наши русские фехтовальщицы, которые сейчас на вершине русского рейтинга, они для меня как никакой пример, потому что у них очень красивое и разнообразное фехтование. То есть они не стоят на месте, о чем-то думают, а у них есть уже подготовленный план, подготовленная тактика, как обыграть соперницу и нанести победный удар. Кол. Как таковые фавориты есть у меня не только в российском рейтинге фехтовальном, но и в мировом. Всегда интересно наблюдать бои. В принципе, бойцов, которые стоят на вершине мирового рейтинга, подчеркивают, что это может быть новое, что можно самому применить, может быть, в бою. И всегда очень полезно. Да, действительно. Ребят, вы молодые, яркие, амбициозные. Илья, ты переходишь сейчас в 11 класс. Да. У тебя на носу ЕГЭ, очень ответственные экзамены государственные. Стеш, ты уже за кадром обговорили, ты ушла со школы, поступила в колледж. Давайте пробежимся немного по учебе. У вас еще очень много всего впереди, и университеты, и, может быть, даже кто-то из вас получит несколько высших образований. Расскажите, как сейчас обстоят ваши дела с учебой. Давайте, наверное, начнем. Я с тебя. Какие-то экзамены планируешь сдавать? Как вообще прошел твой 10 класс? Как ты все это совмещаешься с тренировками? Ну, 10 класс прошел достаточно в таком сложном режиме. Приходилось совмещать как и учебу, причем выкладываться там тоже на максимум, так и на фитовальную карьеру. Там тоже приходилось работать весь сезон на результат в рейсинге общероссийском. Но планирую я создать свою жизнь с международными отношениями и поступать на эту специальность. И, соответственно, в ЕГЭ мне, скорее всего, придется сдавать историю и английский язык. Кстати, мы за кадром поднимали уже эту тему, и могу сказать, что Илья изначально хотел стать пилотом. Расскажи немножечко об этом, почему именно пилотом, и почему потом ты передумал? Мне всегда нравилась авиация, самолеты. Это прям была моя страсть. И я хотел создать свою жизнь с небом. И как карьера пилота виделась мне максимально удачной в этом плане. Но потом я понял, что математические расчеты, техническая дисциплина – это не мое. И решил, мы поняли для себя, что история и языки для меня более приятны для изучения. Так, ну а у тебя стишка? У девятый класс у меня проходил очень напряженно. В школе я была от силы раза два-три. Но я старалась. Да. Я старалась выполнить все домашние задания, все задания, которые мне дают учителям, чтобы хоть как-то поддерживать свое моральное состояние в учебе. Потом у меня прошли экзамены. Оценка у меня достаточно хорошая. Я сдавала основной государственный экзамен ОГЭ. Я сдавала два дополнительных предмета, помимо основных – это биология и общество знания. По биологии у меня пятерка, по обществу знания пятерка. И по двум основным по русскому математике тоже пятерки. В итоге у меня в аттестате не одной тройки. Я этому очень рада, потому что к этому я и стремилась. Ну да. Хороший результат. А в какой ты колледж ушла? По какой специальности? Я вот сейчас поступаю в училище Олимпийского резерва номер один, который находится в городе Краснознаменске. Там я буду поступать на тренера, на спортивную подготовку. И, соответственно, после училища я планирую Смоленский государственный университет спортивный. То есть ты видишь себя даже… Да. Я вижу себя спортсменом всю жизнь. И связать жизнь со спортом, да. Замечательно. Возвращаемся к разговору. Точнее, мы от него даже не уходили. Продолжаем разговор о школе. Сколько у вас тренировок в неделю? И как вы в будущем вообще планируете все это совмещать с университетом и с дальнейшим вашим обучением? Ну, у нас получается пять тренировок в неделю. Каждый вечер по три часа. Вот. И два выходных получается в неделю. Когда я вступлю в университет, я, конечно же, пытаюсь совмещать и обучение там, и вечерние тренировки, чтобы поддерживать уровень вставальный свой. У меня больше за этот сезон было сборов, чем тренировок. На сборах у нас свой отдельный план. А так, тут, да, каждый вечер тренировки в буднее время в Одинцовской школе, которые длится три часа. Они очень разнообразны и дают спортсмену все то, что ему необходимо. Также в будущем я планирую также в таком же время тренироваться, потому что вот в тот колледж, куда я иду, там тренировки, это как уроки в школе. И, соответственно, мне это дает только плюс, потому что мне очень нравится тренироваться, и как раз это меня насыщает энергией. Стеш, ты сказала, у тебя постоянные сборы. Куда вы ездите? Сколько длится сбор? Какие города вы уже посетили? Ну, у нас сборы обычно проходят в трех или четырех местах. Это в Сочи на базе, рядом с морем. Потом в Новогорске, в центре фехтования Ольгара Мамедова. Там очень нравится, там есть все то, что необходимо молодому спортсмену. А потом еще на базу сборных, тоже в Новогорске. И в Москве есть новый спортцентр «Чкалов-арена», где тоже очень продуктивно и проходят сборы. Сбор у нас длится от недели до 13-14 дней, что дает спортсмену полностью влиться в тренировочный процесс, и благодаря которому спортсмен станет сильнее. Ну, две недели – это ни много ни мало, но хороший такой срок для сбора тренировочного. Но, тем не менее, когда ты постоянно отсутствуешь дома, это тяжело. Тебя не напрягают такие постоянные выезды, что тебя нету. Знаешь, есть такое небольшое, скажем так, чемоданное настроение, когда ты не успеваешь разобрать сумку, тут же тебе нужно собрать и поехать куда-то дальше. Как тебе в таком режиме комфортно? Или иногда бывает, устаешь и хочется? Ну, иногда скучаю по дому, по своей любимой собачке, по маме, по родителям, по брату. Но в то же время сборы как раз делают перед соревнованиями. И, соответственно, как только я приезжаю со сбора, я сразу собираюсь в свой чехол на поезд или в самолет, потому что сразу после этого обычно идут соревнованиями, потому что сборы – это как раз подготовка. Дома я бываю редко, но за этот сезон уже как-то привыкла, и все равно поддерживаю связь с родителями через телефон, что тоже меня заряжает. Кстати, вот посмотрела на ваши золотые медали, и вновь хочу сказать, что Илья, помимо того, что вы оба привезли золотые медали, Илья так еще идет на золотого медалиста в школе. Илья, как? Вот просто как? Как можно быть отличником и при этом заниматься почти уже на профессиональном уровне? Ну, это очень тяжело и эмоционально, и физически постоянно выкладываться и в школе, и вечером потом еще и на тренировках. Ну, наверное, усилия над собой. А учителя тебе не помогают, так хочется сказать? Нет, учителя тоже помогают. Они понимают, что у меня есть еще и спортивное, скажем так, увлечение, и какую-то поощренность все-таки оказывают. Ну, и, конечно же, видят, что я и учиться хочу, и поэтому идут навстречу в некоторых местах. Слушайте, ну вы просто огромные молодцы. Я на вас смотрю и тоже захотела заниматься фехтованием, на самом деле. Давайте немножечко поговорим о самом виде спорта. Ну, как вы думаете, куда вообще идет фехтование, как оно сейчас развивается и что его ждет? Я хочу сказать, что в современном мире фехтование в России развивается просто стремительно, потому что появляются новые спортивные школы в разных городах, в тех городах, где фехтование даже никто не знал. И это, конечно же, дает колоссальное развитие нашему виду спорта, потому что о нем узнает намного больше человек. И когда ты идешь с сумкой на колесах, к тебе подходят и спрашивают, ты что, хоккеистка? Такого уже намного меньше, потому что уже люди узнают, что такое фехтование, знают, как это вообще работает. И не надо уже говорить, что мы деремся на палках. Деремся на палках. Очень интересное выражение. Какие у вас еще такие есть? Прикольные. Какие-нибудь. Надо подумать. Ну, очень часто еще сумку путают с гитарной, с пожирешитой гитарой. А маску с кастрюлей. Занимаешь, что ли, ты гольфом? Вот даже такое было. Еще очень часто фехтовальщиков сравнивают с космонавтами. Потому что мы, можно сказать, как в скафандре, с маской. И когда, ну, человек, который вообще не сильно знает, что такое фехтование, может сказать, зачем космонавты в зале махаются? Слушайте, ну у вас, вы действительно деретесь на палках. У вас сабли. Вот прям вот как на Старой Руси это было. Вам вот поначалу не было страшно? Я всегда любила азарт, поэтому для меня подраться это... Ты в школе дралась? Нет, я в жизни никогда не дерусь. Но вот бывает, когда хочется с кем-то подраться... Я иду на тренировку. Я иду на тренировку. И так каждый вечер. И вот я выплескиваю какую-то энергию, какой-то, ну, негативный такой сбор именно на тренировках. Потому что они как-то раскрепощают и дают ощущение легкости. А для тебя, Алья? Ну, схожие ощущения после вот тяжелого дня рабочего. Голова забита, и вот ты приходишь на тренировку, начинаешь фехтовать, и все. Вот как будто полегчало резко. А всех проблем забываешь. И идешь, да, довольный домой после тренировки. Вот прям радость на душе. И все легко как будто вот кажется. Слушайте, ну это действительно так и есть. Почему-то вот все говорят, да, это связано с гормонами, с человеческим организмом, что физическая нагрузка очень хорошо влияет на организм. И вот как раз-таки она помогает избавиться от каких-то там переживаний. Там если что-то накопилось, говорят, идите побегайте, вам станет проще. Это правда так работает. Слушайте, ну, я бы, ну, я просто не могу вас не спросить, к чему вы стремитесь, к чему вы идете дальше. Что для вас пьедестал, мечта в спорте? Моя мечта – это Олимпийские игры. Я очень надеюсь, что нас, ну, Россию допустят до них под нашим любимым флагом, под нашим гимном. И чтобы не пришлось как-то прятаться от нашего флага. Потому что я считаю, что спорт должен быть вне политики. И, соответственно, Олимпийские игры – это, можно сказать, мечта любого профессионального спортсмена. Потому что это те самые соревнования, в лучших которых уже не может быть. Да. А для тебя? Ну, я вижу, что я хочу отфехтовать на достаточно высоком уровне еще следующие три года юниорские. Попытаться там отобраться, может быть, на этапы Кубка мира, на европейские и мировые. И, конечно же, достичь звания, минимум, мастера спорта в России. Для того, чтобы получить звание мастера спорта, вам что нужно выполнить? Нам нужно выиграть соревнования российского уровня. Например, чемпионат России или первенство России по юниорам, молодежи или взрослым. Или в команде, или лично. Вам вот совсем чуть-чуть осталось. Какие у вас сейчас? Здесь ты мастер спорта, а у тебя какой разряд? Кандидат мастера спорта. Ну, КМС уже это серьезно, на самом деле. За кадром мы обговорили, что Стеша сделала что-то очень интересное во время награждения, церемонии награждения на спорта Киаде. Стеша, расскажи, что это было. Моего первого тренера, который как раз обучил меня фехтованию, благодаря которому я научилась тому, что я сейчас умею, было день рождения у Никонова Виктора Игоревича. Как раз 3-го числа, во время награждения, я ему позвонила, поздравила и сказала, что вот это первое место, которое я нафехтовала на спорта Киаде, я посвящаю ему. И это вот на день рождения такой мини-подарок. Это так трогательно и так по-спортсменски, да? Вообще здорово. Ну что ж, ребята, вы такие классные. Я хочу еще раз вас поздравить. У меня уже язык сломался, это повторять. Вы правда огромные молодцы. Хочу вам пожелать успехов и в спорте, и в дальнейшем в жизни. Вы огромные молодцы. Спасибо вам за то, что поговорили сегодня со мной. Спасибо большое. Я также хочу поблагодарить моих тренеров, которые со мной работали, в том числе Вольску Евгеньевичу, директор этой прекрасной детсовской школы, который много времени работает со мной, благодаря которому я становлюсь сильнее и все больше влюбляюсь в фехтование. Хотя я в него и так уже полностью влюблена. Ну, конечно же, этого успеха нельзя было достичь без помощи и Министерспорта в Московской области. Их финансирование, благодаря которому мы ездим на спортивные сборы. Также хотелось бы поблагодарить и Танисовскую шоу-пехтованию, благодаря тренировке, в которой, собственно, и достигаются такие успехи. И, конечно же, личного тренера Хованского Алексея Игоревича. Ну что ж, еще раз спасибо. Побед вам. Ну, а я на этом прощаюсь. Это была программа новостей спорта. Я ее ведущая, Млада Дотхо. Субтитры создавал DimaTorzok